Начало пока какое-то тухленькое. Всем привет! Я Соня Среда, художник, а это видео является частью моего проекта Перезагрузка. Что это такое, вы можете подробнее узнать в моих соцсетях, все ссылки я оставлю в описании, или же переходите в плейлист, он где-то здесь должен выскочить, в котором есть анонс этого проекта, предыдущее видео и будут все последующие. Посмотрев видео и почитав определенные посты в моих соцсетях, вы сможете лучше понять, что это такое, но вкратце цель проекта переосмыслить свое творчество, посмотреть, с чего я начинала, как я пришла к тому, что я делаю сейчас и, возможно, прийти к чему-то новенькому. Это второе по счету видео и второй этап. Масло. Почему масло? Потому что в этом видео мы посмотрим мои первые работы маслом и, возможно, что-нибудь еще интересненькое расскажу. В прошлом видео мы разглядывали мои совсем детские рисунки, где нет какой-то четко выверенной техники, каких-то правил. Все так по-детски, свободно, пестро и криво-косо, но при этом прикольно. А в этом видео работы будут уже более... Трудно сказать, что они сильно серьезные, но все-таки они будут гораздо серьезнее, чем те, что были в прошлом видео. Ну что, начнем смотреть то, ради чего мы все здесь собрались. И первая работа, которую я вам покажу, это моя самая первая, в принципе, работа маслом. Немного веду в курс дела. Совсем в детстве, до школы и в начальной школе я занималась в кружке. Жестких требований там не было. Это была не художественная школа. Но позже, когда я занималась уже пять лет примерно, моя преподавательница предложила, чтобы я попробовала порисовать маслом. И я очень хорошо помню, как мы с мамой поехали, по-моему, в Леонардо. И помимо всех необходимых вещей, мы с мамой купили там муляжи фруктов, а именно виноград, персик и грушу. Я, к сожалению, не могу их показать вам сейчас. На следующий день после съемки видео я нашла, таки, этот виноград. Как-то так он выглядит. Я, честно говоря, плохо помню, почему у меня тут какой-то выдуманный фон. Видимо, по задумке эти фрукты якобы лежали на подоконнике около окна. Но это было не так. То есть почему мы не стали рисовать с натуры, с какой-то драпировкой, как обычно делают в художественных школах, не знаю. Я, видимо, рисовала сначала фрукты, а потом уже фон. И мы можем заметить, что стык этих фруктов и фона не везде ровный. То есть где-то даже просвечивает холст. В целом мне нравится груша. Мне кажется, она тут лучше всех получилась. Какие-то попытки создать рефлекс вроде бы были. На персике вот немножко зеленоватая есть. В общем и целом фрукты сами мне нравятся. Для первого раза, думаю, четыре из пяти. А так, конечно, не идеал. Сейчас хочу рассмотреть сразу три работы. Не будем на них останавливаться слишком подробно, потому что они тоже одни из первых. Но, на мой взгляд, достаточно скучные. И что мне в них не нравится? Самое основное и глобальное это то, что эти работы нарисованы из головы. Если в прошлом видео про совсем детские рисунки я восхищалась тому, как в детстве мы придумываем разные миры, разных персонажей, животных и прочее, то здесь я уже не могу этому восхищаться, потому что, на мой взгляд, на данном этапе следовало рисовать уже какие-то пейзажи с натуры или хотя бы с фотографии, потому что это уже не детские какие-то каляки-маляки, а заявка на серьезную живопись. Но серьезной живописи из этого не получилось, и больше всего мне, наверное, не нравится небо. По сути, я просто брала разные оттенки, например, голубого, и вот так вот их фигачила просто какими-то полосками. Я как бы не хочу придираться к себе 12-летней. Я понимаю, что все мы учимся, и если вы, например, рисуете так же, и вам это нравится, пожалуйста. Я не хочу никого обидеть и задеть, но я понимаю, что лично мне не очень это нравилось тогда и сейчас, что я вот так рисовала небо. Стоило все-таки срисовывать с натуры, то есть смотреть на настоящее небо. И это не потому, что я считаю, что нужно обязательно рисовать точь-в-точь как в жизни. Да, мне нравится реализм, но я так считаю, даже если ты в дальнейшем не планируешь рисовать в реализме, то тебе все равно нужно выучить какую-то базу, понимать основы, и тогда любое твое творчество будет как бы лучше. Не в смысле, что красиво или некрасиво, это все-таки субъективные вещи, но есть моменты, которые воспринимаются нашим мозгом где-то внутри на подсознании как приятные и неприятные. Что-то я ушла в долгие размышления какие-то глубокие, но это я все к тому, что поначалу все-таки нужно учиться рисовать именно то, что ты видишь. Тут есть несколько работ прям одинаковых практически, ну в одинаковом явно стиле. Если честно, по-моему, уже тогда я думала о том, что это не совсем мое, но я это рисовала как бы как задание. Но я помню, что на тот момент как будто бы у меня не было четкого понимания, что я хочу рисовать и как, но я понимала, что то, что мне предлагают, мне не совсем нравится. Вот сейчас на ноуте открыла себе фотку одной похожей работы, похожей на предыдущей, и несмотря на то, что она тоже нарисована в такой вот небрежной технике, она мне даже немного нравится. Но вот где эта картина, я не знаю. Еще у меня были попытки рисования каких-то портретов. Есть портрет младшей сестры и вот такой вот ангелочек. Ну, что тут сказать? Честно, я даже комментировать не хочу, потому что я все еще плоха в портретах. А сейчас мы перейдем, на мой взгляд, к более интересным работам, а именно двум пейзажам из Турции. Вот здесь я уже рисовала с фотографией. И кто-то скажет, что с фотографией рисовать не надо. Но это, мне кажется, вечный спор, и о нем мы поговорим как-нибудь потом, возможно, в каком-то отдельном видео. Ну, мне даже не хочется много говорить про эту работу. Просто посмотрите, какая она классная. Какое классное небо. А это солнце, оно такое яркое, потому что оно очень светлое, да? И нам кажется, что оно прям светится. Оно еще и сделано густой краской, в отличие от всего остального. И, на мой взгляд, это прикольно. А другая работа, дневная, тоже выглядит, на мой взгляд, классно. И это была, наверное, первая моя работа на холсте с подрамником. Она до сих пор висит у меня дома. Я на нее иногда поглядываю и радуюсь, что я смогла такое нарисовать когда-то давным-давно. А вот тут мы видим подсолнухи. Опять ситуация с тем, что фон какой-то супер непонятный. Вот это небо такое, какое-то странное ваза. Посмотрите, насколько она кривая. Ну, опять-таки, я стараюсь не придираться к себе, но ваза реально очень кривая. Но эти подсолнухи, на самом деле, мне нравятся, в общем и целом. То есть от них исходит какой-то такой приятный вайп. Они такие яркие, солнечные. Подсолнухи же, логично. И когда смотришь на них издалека, выглядят они вполне себе симпатичны. Потихоньку мы движемся к закату моей карьеры, так скажем, подростковой. Здесь осталось несколько действительно хороших, на мой взгляд, работ, которые достойны внимания. Но, к сожалению, многие из них, почти все, сфотканы не очень хорошо. Ну, по ряду причин. Вот одна из моих любимых работ того времени. Не помню, была ли она срисована откуда-то. Это какой-то немецкий домик. Ну что, сделано классно. Мне нравится. Мне нравится этот домик. Я бы, возможно, нарисовала какой-то похожий пейзаж вот сейчас во взрослой жизни. Посмотрим. Еще один зимний пейзаж. Это сделано уже позже. Во-первых, он выполнен уже более аккуратно, более четко. Тут уже красивое небо. Деревья уже не такие, как на некоторых предыдущих работах. Какая-то палка, и от нее такие торчат толстые ветки. А уже все-таки более аккуратно все выполнено. Если честно, я сама удивлена, насколько тут такое натуральное все. Ну, то есть, видна вот эта дымка зимняя. Какая-то пелена как будто бы на горизонте. И очень классно сделана речка. Что самое интересное в этой работе, она была нарисована для немецкой гимназии, в которую мы ездили по обмену. И теперь мне очень интересно, висит ли там эта работа до сих пор. Помнит ли кто-то, откуда она там появилась. Остались ли там вообще учителя, которые участвовали в этом обмене, в организации этого обмена. И которые помнят нашу группу, что это мы подарили эту работу. Во всяком случае, у кого бы она ни была, главное, чтобы она была живая, здорова, не валялась где-то на мусорке. Напомню, что картина с зимним лесом была сделана в начале 15-го, может в конце 14-го года. И примерно тогда были сделаны, по-моему, вот эти две картинки. И в этот момент я, по сути, забросила свое обучение. По ряду причин я перестала заниматься с преподавательницей. Но о том, как и почему это произошло, я думаю, мы поговорим в следующем видео. И есть одна работа, которую я нарисовала позже, в 16-17 году. Это был вот такой вот глаз моего друга, который я нарисовала для него в подарок. Тоже нет какой-то супер качественной фотографии, поэтому будем рассматривать то, что имеем. На тот момент мне очень нравилась эта работа, мне казалось, что она просто какая-то бомбически нереальная, крутая. Работа, конечно, хорошая, но есть очень много недочетов. И вторая работа, которая не была, так скажем, нарисована в этот период, но которую я пыталась нарисовать, это вот такой вот гигантский холст. Ну, конечно, ладно, бывают холсты и побольше, но для меня на тот момент, да и сейчас это очень большой формат. И в чем прикол-то этого холста? Я мечтала нарисовать какой-то большой городской пейзаж. Я как бы начала, сделала какой-то подмалевок, пыталась, пыталась, в какой-то момент начала осознавать, какой объем деталей нужно будет нарисовать. Меня накрыла паника, что я не справлюсь с этим, что у меня не хватает терпения, не хватает сил это рисовать. И мне начало казаться, что этот холст вообще обречен на провал. Хотя я думаю, можно было бы взять себя в руки и попробовать довести его до конца, и это было бы неплохо. Но на тот момент мне показалось, что там уже все идет очень криво и косо, и решила я его не продолжать. Так что это, так скажем, неизданный холст, который вы не сможете увидеть, только я точно знаю, что там было изображено. Вот и все. Нет, это еще не конец видео, но мы закончили с первой частью. Я рисовала картины в разных жанрах. Но все они сделаны не совсем профессионально. Это вряд ли можно назвать академической живописью. И иногда это меня немножко расстраивает, потому что сейчас я бы хотела быть на несколько шагов выше. Мне бы хотелось иметь более широкую базу, больше знаний, которые лежали бы у меня уже на подкорке. Но, с другой стороны, я часто думаю о том, что люди, которые в детстве ходили в музыкалку, в художку, часто они отзываются об этих учебных заведениях не лучшим образом, и они не понимали вообще смысла всего этого обучения. И вот иногда я задумываюсь о том, что, блин, может быть даже хорошо, что я не ходила в художку, потому что в то время она могла мне так надоесть, что я бы ненавидела рисование и никогда бы, может быть, больше не занялась бы им. И хочется вот что сказать вам. Во-первых, те, кто учился в художке или учится сейчас, не судите строго мои работы. Не отчаивайтесь, если вам это все надоело. Попробуйте найти для себя какие-то новые техники, новые сюжеты. И, если возможно, рисуйте то, что вам нравится, хоть иногда где-то, не знаю, на скучных уроках или дома, когда у вас есть свободное время. То есть, если вас прет, то рисуйте. Даже если там преподы говорят вам, что это все какая-то фигня, это вам не нужно, рисуйте вот так вот. Рисуйте то, что хотите, и, я думаю, будет вам счастье. Но в то же время не злитесь и не беситесь вот в этой академической живописи, академического рисунка. Хоть это все и сложно, но это реально полезно. Если вы планируете какую-то карьеру художника или человека из творческой сферы, вам это пригодится. И, во-вторых, обращение к таким же, как я, кто либо вообще не учился рисовать, либо учился как-то вот так вот-вот, вроде учился и вроде нет. Не расстраивайтесь, что у вас нет какой-либо базы. Как показывает практика, ее можно нагнать в любом возрасте. В этом нет ничего страшного. В общем, рисуйте, если вам это нравится. Вот такие подсолнухи получились. Я еще не знаю, на самом деле, что там получилось. Ведь я еще их не закончила. Все выводы вроде бы уже сделаны. Надеюсь, вам было интересно все это смотреть. Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. Это для меня очень важно. Приятно читать похвалу. Ну и какую-то критику тоже важно услышать. Переходите в мою телегу. Там я, наконец, выложила голосование, которое связано с предыдущим этапом. Если посмотрите предыдущее видео или перейдете в телегу, вы поймете, о чем речь. И до встречи на следующем этапе перезагрузки здесь на ютубе, в моем телеграм-канале, в ВК и во всех других там ссылках, которые вы найдете в описании. Всем пока. Что еще могу сказать? Ладно, все, вырубаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok